Здравствуйте! Сегодня я Татьяна Акарелик. Хочу вам рассказать, как сделать вот такие вот вазы из вполне доступного материала, то есть из шишек и из желудей, желудевых чашечек. В общем-то из всего, что найдется под рукой, можно использовать и сделать вот такие вот интерьерные вазы. Вот так вот вблизи выглядит. Вот она склеена. Вот такая ваза. Ну а теперь немножко расскажу, как я эту вазу делала. Когда соединила, отрезала донышко у пластмассовой вазы, оно очень хорошо встало на плечики трехлитровой банки. Но для прочности можно обмотать или скотчем, или каким-нибудь пластырем. Есть лентой пластырь, который бинтом даже и клеем промазать как следует. Потом все это прокрасила предварительно краской того же цвета, который решила делать основной цвет вазы, потому что шишки у меня тоже подкрашены. Брала краску в баллончике, в магазине, в автомагазине. То есть там тоже бывают интересные расцветки. Этот цвет папирус называется. А прокрасила предварительно, чтобы если будут просвечивать, а оно конечно будет, вот то было бы незаметно. Так эти, что просвечивают отверстия между шишками, потому что как бы не декорировать, их все равно будет видно. И вот так вот клеила. Клеила клеем момент монтаж, жидкие гвозди. Момент монтаж, жидкие гвозди. Сейчас расскажу вам еще особенности работы с шишками. Вот. Вы видите, здесь у меня шишки наклеены по-разному. Вот это донышки шишек, где они крепятся к ветке. Здесь макушки шишек. Я брала шишку, перекусывала ее пополам и клеила. И получалась вот такая интересная фактура. Вот. Ну, естественно, шишки, они округлые, надо как-то декорировать. И вот эти макушечки от шишек, вот они. Я как раз и там, где оставались промежутки между шишками, я вклеивала или макушки от шишек, или желудевые чашечки, которые держат желуди. Вот такое вот и получилось. Вот у меня база. Я хочу вам рассказать немного, как я работала с шишками. Вот, когда вы будете собирать материал, не бойтесь собирать вот такие вот шишки. Они закрыты. Вроде бы не такие интересные, как вот эта шишка. Но они раскроются. Какое-то время пусть полежат в тепле. И когда сухо, вот уже начали раскрываться у меня такие шишечки. Вот она уже становится. Это такими закрытыми они становятся тогда, когда пройдет дождь после дождя, после зимы. Холодная, сырая погода. Шишки закрываются, потому что они живые. Еще, когда вы будете клеить их, особенно вот так, если захотите, вот. То шишки, когда сырая погода, допустим, на даче или холодно будет, там не отапливается, на веранде или еще на улице, то, конечно, они у вас закроются. Значит, это надо предвидеть. В общем, рекомендуют их кипятить. Все. Ну, а если вы делаете для дома, температура, в общем-то, теплая, дождь их не поливает, то они так и будут. Вот ваза и корзина у меня уже стоит не один год. Шишки не играют. Делала, я объясняла вот эту вот вазу на основе трехлитровой банки и пластиковой вазы. Ставила на плечики, обматывала скотчем, прокрашивала краской такой же, и вот получилось. Еще я раскусывала вот так вот. Вот они, готовые шишечки к приклеиванию. Вот, клеились вот так. И получалась такая вот интересная фактура у донышек. Ну, а промежутки заполняла как раз вот макушечками. Они тоже пошли в дело и их заполняла. После окончания работы я взяла тот же баллончик краски, который красила банку и вазу, когда они еще не заклеены были. И все пробрызгала краской. Почему из баллончика? Оно как-то удобнее и проникает дальше. Если даже где-то не прокрасилось у меня там изнутри, оно все прокрашивается более-менее равномерно. Поэтому, если у вас будет желание, берите, делайте, фантазируйте, и у вас получатся интересные вещи, которые будут только ваши, только у вас, где вы использовали свои руки, фантазию и все. Единственное, что хочу сказать, конечно, когда вы перекусываете шишки, то, конечно, кусачки должны быть острыми. Шишечки тоже разные бывают. Декорировать можно любым таким вот природным материалом. Это от кипариса. Вот такую шишечку нашла тоже. Теперь, если у вас будет желание, вы сможете сделать это. И еще хочу вам сказать напоследок. Если вы любите рукодельничать или хотя бы делать что-то своими руками, то беритесь, не бойтесь. Все получится и пойдет, появятся навыки, и вы сможете сделать себе интересные вещи, которые можно использовать и на праздники, и для интерьера, и сделать своими руками кому-то подарок. Субтитры создавал DimaTorzok